В первом квартале текущего года Банк России выявил в Нижегородской области 10 субъектов с признаками нелегальных кредиторов. Восемь из них выдавали займы под залог имущества под видом комиссионных магазинов. Как отмечают сотрудники банка, подобные практики были распространены и в прошлом году. Кредиторы под вывеской комиссионного магазина оказывали услуги ломбарда без специального разрешения, не соблюдали законодательные требования к ломбардной деятельности. Для их клиентов это грозит завышенными процентами и потерей заложенного имущества. Настоящие ломбарды выдают средства под проценты, не превышающие установленные значения. Имущество, которое становится предметом залога, страхуется. Для их клиентов это в первую очередь грозит штрафными санкциями, высокими процентами и потерей заложенного имущества. Такие нелегальные кредиторы не состоят в реестрах участников финансового рынка и не имеют права предоставлять потребительские займы. Они фактически вводят своих клиентов в заблуждение, предлагая им одну услугу вместо другой. Также в январе-марте выявили две псевдолизинговые компании. Подобные организации предлагают клиентам займы на личные цели, используя схему возвратного лизинга. Они предоставляют деньги при условии продажи имущества, чаще всего автомобиля, по заниженной стоимости. Одновременно заключается договор, по условиям которого заемщик получает это же имущество в аренду. Клиенты убеждают, что лизинговые платежи – это возврат по займу с процентами. Однако на практике малейшее неисполнение условий договора лизинга оборачивается неограниченными штрафными процентами и риском потери имущества. В отличие от кредитов и займов, проценты и неустойки по лизингу ничем не ограничены. Поэтому в договоре обычно прописываются огромные пении штрафы. Сами договоры составляются таким образом, что любое нарушение клиентам правил ведет к штрафу, а просрочка платежа может привести к тому, что компания оставит клиента без заложного имущества. Поэтому прежде чем заключать любой договор на предоставление финансовых услуг, нужно внимательно изучить его условия и проверить компанию. Сделать это можно на сайте Банка России. Также Банк России публикует на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Светлана Ярунова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.